Вот наше такое центровое место, точка сбора, называется City Mall, торговый центр. Сначала он был вот такой, а теперь еще добавилось новое крыло. Здесь, кажется, всегда много и машин, и всего. И нормально постоять не дают. Тут все останавливаются, предлагают подвезти еще что-нибудь, или просто что-нибудь попрошайничают. Уже к этому привыкли, но вначале сильно бесило. Вот, подъезжаем к нашему любимому Молу. Ну, или... Он любимый, или единственный? Ну, ладно, нет, еще есть, но мы предпочитаем сюда ходить. Ходим уже давно. Сейчас покажем, как у нас здесь обстоит дела. Так. Осторожно. Да, я вижу. Как бы не задавить его. Поверк. Безопасность. Да, пока у нас тут парковка еще бесплатная, но вот уже какие-то поставили штуки. Хотят... То есть, открой дверь, пожалуйста. Да, хотят с нас начать денежку брать. Проверка серьезная такая. Ага, я. Ой. Ага, глядя. Вот, смотрит. Бардачок. Дверь открывают. Еще зеркалом. А, зеркалом еще у нас водят под машиной. Посмотри, что там есть. Ну, вот. И лептит. Ну что, прошли? Проверку прошли. И заезжаем. Да. Народу как грязи. А грязи здесь много. Че, Анух? Не прямо здесь. Ладно. На улице. Слушай, да. Поедем в подземную парковку. На улице в подземную парковку. На самом деле, кто тут добровольно... Какие-то ленивые люди остаются наверху, потому что солнце так нагревает машину. Что потом превращается в сауну. Вот прямо в моле у нас можно еще сход-развал. Колеса сбалансировать. Тебе же не нравится. Да. Мне не нравится. А что делать? Опа. Ой-ой-ой, осторожно. С одной рукой. А тут тоже много. Куда пойти? Наши места заняты. Любимые. Да. Может, вот там есть? О, ты выезжаешь. Поместишь? А куда деваются? А вот там, вот там. Где? Нельзя где-нибудь встать. Вот там. Дальше? Можно. А там кто-то вот едет. Он что хочет? Не знаю, со мной умный. Он со мной умный. Поехал. Ему говорят, ты куда, товарищ? Туда нельзя. Говорит. Бестолковый. Бестолковый. Ладно. Не переживай. Я специалист. Высокого класса. Один уже тут был специалист. А вот теперь я уже не уверен, специалист ли я. Что он, то ли он только поставил, то ли я. Не умею. А что, пешком слабо? Нет, не хочу. Смотрел? Это был такой. Вот так у нас на первом этаже идет, как обычно, какие-то магазины, кафешки. Кафешки, нет, мало? В основном магазины. И в основном они такие однообразные, нам не очень нравятся. Ну вот есть маленькая какая-то кафешка, тут обычно никого нет. Но тихо. А вот для любителей меда и оборудования для производства меда тоже есть. И вот мы доходим до нашей центральной площади. А? Открыли? О, мы сегодня попали на открытие. Наша кафешка была, половина ее была закрыта на реновацию. И вот сегодня я смотрю, праздничное открытие. А где шарики? Где праздник? О, а что за дерево? Смотри, вот деревья там. Ну, красота. Трибы джерфь. О, это было. О, деревья такие. Оригиналь. Оригиналь. О, нормально. Да. А что там? Нормально. Очень даже. Это уже более полноценно. Я расскажу, что мы здесь обычно кушаем. Что и берем. Так, тут какое-то меню дня. Давайте отодвину. О, вот есть завтраки. Мы, мои любимые блюда, это вот английский завтрак или континентальный завтрак. Мюсли, это когда прям совсем не голодно, берем мюсли с йогуртом. А остальные вот эти бенедеек, яйца по-норвежски. Это так, на любителя, нам не подходит. И вот для ребенка есть бельгийские вафли или панкейки. Также есть большой набор сэндвичей. Еще есть вот наш любимый, это авокадо на тосте. И картины, как по-русски. Качки-то бутерброды с салмоном. Салатов целая куча и основные блюда. Небольшой такой фруктовый развальчик. Здесь у меня мой мой старый друг. Мой старый друг. Здесь, короче, сейчас вот три папайи берем. Получается, когда три штуки берешь, за три доллара. Все вместе за три доллара. Короче, доллар штука получается. Но они такие тяжеленькие. Я думаю, все вместе где-то 2,5 килограмма. Короче, остальные, не знаю. Бананы, бананы, да? Вот. Each ten of them. За один доллар двенадцать бананов дают. Они такие не очень большие. Ну, такие средненького размера. And this is avocado? Avocado. Yeah, fifty-seven. Fifty-seven. Yeah, fifty-seven. Да, очень за один доллар два штуки, и еще чуть-чуть останется денег. Ну, вот такие эти цены. Такая же цена, так авокадо и манго по одной цене идут точно. Ну, ладно, будем, попробуем, покажу вам, что там на вкус. А это наш местный кинотеатр. Сейчас народу полно. Тут еще какие-то кафешки есть. Вот. Мы пока пойдем на экзорцисты, пойдем билеты купим, да. А пока будем ждать сеанс. Сейчас кофе попьем, тут уже есть кофе. Да, горшочки у нас. Да, горшочки. Так, у нас побольше. Да, хотя чуть-чуть поменьше. Что у нас показывают сегодня? Мы хотим. Мы требуем ужасов. А вот что у нас. Идет в прокате. Вот, Джон Вик. Это я хочу сходить. Еще какая-то хрень. Нормально. Супер Марио. Вот, а вот и наша. Вот на что мы хотим пойти. Изгнание дьявола. Билеты получились по 6 долларов на человека. Попкорны, напитки купим чуть попозже. Потому что мы сейчас пойдем сначала попьем кофе. Говорят, залы обновили. Хороший ремонт сделали. Сейчас посмотрим. Может даже звук улучшили. Будет как в Европе. Пальчико руки моется. А вот он такой фалафель сэндвич. Принесли. Раньше мы уже давно, лет 5 назад заказывали. Сейчас попробуем, не испытывался. А так еще взяли зеленый чай. А я обычный чай такой, кенийский, с молотком. Приятного аппетита. Так мы все насвинячили. Но зато счет получился всего 10 долларов. Ну, конечно, мы особо много ничего не ели. Но блюдо было такое большое. Мы на двоих его располовинили. И два чая. Ну, ничего, наелись. Готовы филипс смотреть. Что там у нас? Бери самый большой. А что-то я вообще не вижу. Попробуем. Все, все. О! Они что, делать за ногу будет? Это долго. Это, да? Они выбрали, как... Какой? Вы хотите, поставьте все в него. Я хочу салты. Вы не хотите сахар? О, они так обидятся. Окей, с сахаром и сахаром. Нет пепла. Нет пепла.